Всем привет, с вами Ари и свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game Awards. Сегодня в выпуске. HALA 5 GARDENS будет иметь микротранзакции. Разработчики игры EVIL анонсировали второй сезонный абонемент. Появились новые детали геймплея Mirror's Edge Catalyst. HALA 5 GARDENS будет иметь микротранзакции. Появились новые детали информации, которые касаются The Recreation System, что присутствует в HALA 5 GARDENS. Как известно, эта система является основной деталью прокачки в режиме мультиплеера, так как предлагает широкий набор вооружения, снаряжения, раскрасок, амуниции, расцветок и даже анимации при убийстве. Как утверждает сама компания 343 Industries, эти REQ-наборы можно будет приобрести за реально вложенные деньги. В ином случае, вам необходимо будет зарабатывать их своим собственным трудом в игре, выполняя для этого разнообразные задания и повышая тем самым свой уровень. Тут и нетрудно догадаться, что эта система будет существенно влиять на геймплей игры в сетевом режиме. Данная система станет не только спасением для плохо играющих новичков, но и неплохой возможностью стать сильнее для самостоятельных игроков. Разработчики игры EVIL анонсировали второй сезонный абонемент. Новое дополнение будет состоять из четырех новых героев, по одному персонажу на класс, и нового чудовища, который, судя по всему, станет огромный паук. Новый сезонный абонемент можно будет купить не только целиком, но и по частям. Этот сезонный абонемент можно будет купить не только целиком, но и по частям. Этот сезонный абонемент разработчики планируют выпустить в полном паке до 31 марта следующего года. Как нам стало известно, первым героем станет девушка-штурмовик по имени Ленокс. Известно, что это не хрупкая девушка, а мощная машина, закованная в тяжелую броню. Турмовик Ленокс будет доступна уже 26 июня этого года. Второй сезонный абонемент поступает в продажу с 23 июня этого года. Игра одновременно выходит на все платформы ПК, PlayStation 4 и Xbox One. А тот, кто приобретет сезонный абонемент целиком, сможет в качестве вознаграждения получить уникальный эксклюзивный скин для каждого из пяти доступных героев. Разработка игры Dark Souls 3 ведется уже два года. Как рассказал сам Хидетака Миядзаки, он руководил одновременно и разработкой Dark Souls 3, и разработкой игры Bloodborne. На протяжении уже нескольких лет, причем, как он сам утверждает, руководить двумя такими большими проектами у него не составило труда. Что же касается игры Dark Souls 3, то она, оказывается, разрабатывается уже в течение двух лет, и работает над ней больше половины команды компании From Software. Остальная же часть компании вместе с японским отделением Sony разрабатывала Bloodborne. Также нам стало известно, что никто из команды разработчиков игры Bloodborne не принимает участия в разработке игры Dark Souls 3. Но Миядзаки это не пугает, он, наоборот, рад тому, что будущая игра будет ближе к серии Souls. Появились новые детали геймплея Mirror's Edge Catalog. В игре появится прокачка и процесс развития главной героини. Фетт уже не станет такой девушкой, которая была в самом начале. Кроме этого, по мере прохождения сюжетной линии, также будет меняться и ощущение города. Сначала главная героиня начинает как молодой и неопытный паркурщик, но со временем она адаптируется к изменениям и поймет, за что необходимо бороться. Отныне в Mirror's Edge Catalyst больше не будет присутствовать свободного перемещения по городу, как это было в первой части. Границы города будут открываться по мере прохождения сюжетной линии, поэтому в самом начале игры вас ждет весьма скромный и небольшой район, но по мере прохождения игры будут открываться новые локации. Необходимо также отметить, что Mirror's Edge Catalyst не будет являться полноценным приквелом. События новой части не будут происходить попутно с событиями первой части, но закончив игру, вы убедитесь в том, что фейт стала точно такой, как она была в первой части. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!